МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитан сборной Александр Мартынович на первый сбор под руководством Михаила Мархеля не был вызван. Причина не поста, а травма игрока. Я не видел этого поста, но услышал, немножко ошибся. Ну, за Беларусь, конечно, но в Беларуси они звучат даже как-то. Я даже не задавался вопросом. Я знаю, что наша страна называется Республика Беларусь, и все. Мне этого достаточно. Сами же знаете, как правильно, Беларусь или Беларусь? Ну, конечно, Беларусь, но знаю, да. Патриотизм в другом немножко, мне кажется, проявляется, а не в правописании. Мне тяжело судить, но я думаю, что сейчас не об этом надо думать. Не об этом думает, конечно, и вот эта девушка. Анна – единственная болельщица белокрылых на тренировке. Она старательно собирает автографы. Футболистов с бордой нашей по футболу национальной. А для чего? Убрать кодерождение. Вот хочу подарить мячик. Болею, болею, конечно. Чуть-чуть разбираюсь. Немного в футболе. И как вам выступление вот в последние годы наших ребят? Молодцы, стараются. Хочется верить в них. Верим. Надеемся на лучшее самое. Ну, пока не все получается, наверное, как хотелось. Я всем удовлетворена, если честно. Нравится, как Стасевич играет очень. Он молодец, он давно. Он, мне кажется, только самый крепкий футболист в БТ. И вообще один из самых крепких в истории. Глеб Стасевич. А какое место в отборочной группе мы занимаем, знаете? Может быть, не подскажете. Об этом, возможно, лучше и не знать. Но сборная Беларуси занимает предпоследнее место в отборочной группе Си. Как и мы, без очков только наши ближайшие соперники – эстонцы. Ну, есть еще престиж, помимо этого. Есть накал официальных игр. Привосквозь призму эту мы будем рассматривать кандидатов, тех, кто пойдет в бой в марте месяце. На решающие игры в Лиге нации. В отсутствие Александра Мартыновича капитанскую повязку должен примерить Игорь Стасевич. Но лидера БАТЭ мы не застали на тренировке сборной. Почему одноклубник ваш Игорь Стасевич еще не приехал? А у него микротравма. Я думаю, завтра уже будет нормально. Вообще… Он здесь, он в тренажерном зале индивидуально просто работает. До прихода в национальную сборную Михаил Михайлович работал с молодежной. Наставник хорошо знаком с полузащитником Минска Иваном Бахаром. А в бег впервые получил приглашение в главную команду страны. В воскресенье, кстати, он поспособствовал победе горожан над БАТЭ 3-2 и получил повреждения. К счастью, несерьезные. Я думаю, день-два я буду тренироваться. То есть ничего серьезного вчера не было? Ну, небольшие отеки и надрыв в голеностопном суставе. На тренировке замечаем табличку «По полю не ходить». Вся команда знает о том, что по газону стоит передвигаться бегом. В том числе и голкипер Андрей Климович. Экс-игрок «Шахтера», он уже успел провести матч за новый клуб «Оренбург». Когда вы уже знали, что будете игроком «Оренбург»? Ну, там в течение двух недель решалось, там все до последнего момента. Так что тянулось, но хорошо, что все получилось, поэтому уже на команде. Это скачок, да? Как вы вот видите? Другая лига, которая сильнее чемпионата, один из самых лучших в Европе. Поэтому в любом случае, конечно, это движение вверх. Слухи ходят, что и зимой пара футболистов уйдет. Поэтому я думаю, что будет больше наших футболистов в России. Слухи в вашем клубе ходят или в целом? В целом по чемпионату, потому что в другие команды кто-то присматривается к белорусским футболистам. Поэтому посмотрим зимой. Получается тенденция не очень приятная, что с каждым годом у нас легионеров все меньше. Уровень чемпионата России, конечно, растет. Поэтому мне, как главному тренеру, хотелось бы, чтобы они именно играли в клубах. Не просто находились или пребывали там. А именно играли, зарекомендовали. Чем больше футболистов наших будет играть в хороших чемпионатах, тем лучше для сборной. Это никто, я думаю, не будет спорить в этом плане. И пока не доросли до чем-то на просто России, да? Ну, и это тоже причина. Наверняка такая есть тоже. Тенденция есть. Но пока так. В ростере всего два нападающих. Николай Сигневич, выступающий за Ференс Вароши, игрок Бате Максим Скавыш. Понятно, мы хотим играть на победу. На победу без результативности, без голов ничего не будет. Поэтому будем, постараемся этот недостаток как-то нивелировать. Главная задача – это в кратчайшие соки сыграть в команду. Потому что много новых футболистов. Понятно, что результат нужен сегодня и сейчас. Но мы понимаем, что у нас очень важная игра будет в марте месяце с Грузией. И для этого, в этот период, сейчас самая главная задача – это, скажем, ту притирку, которая, ну, постараться быстрее осуществить. А это достаточно времени, как вы видите, до весны, домой? Время покажет. Вообще команда за один день не делается. Но в этом и есть талант тренера, чтобы в кратчайшие сроки, скажем так, сыграть ребят и добиться нужного результата. Это нацеливаем. И мы, как руководители, и тренерский штаб, и, естественно, ребят. На мой взгляд, Маркер оптимальный состав пригласил. Тех ребят, которые заслуживают внимания, он пригласил. Главный бой, о котором говорит Юрий Вергеевичек, будет весной. В марте – полуфинальная игра Лиги нации против Грузии. Пока же в соперниках команда Эстонии 6-го числа. Затем 9-го – товарищеский матч с Уэльсом. Также на выезде. А главная задача – это выход на континентальный форум через победу в Лиге нации. А сейчас удивительное видео из Бельгии, которое набирает рекордные просмотры в социальных сетях. 14-летний подросток Арне Вандер Линден на тренировке отрабатывал удары с лету. Это у него получалось плохо. Усилия мальчика так бы и остались незамеченными, если после одного из ударов мяч не перелетел в сетку и не попал в окно проезжающего автомобиля. Неизвестно, удалось ли мяч вернуть владельцу, но видео только в Инстаграм набрало более 3,5 миллиона просмотров.